Под моими ногами сейчас находится предметный план севастопольской панорамы. Сверху он накрыт несколькими защитными слоями, поверх которых также установлена дополнительная конструкция. Вот ее верхний слой фанера. Живописное полотно тоже временно законсервировано, то есть спрятано от посторонних глаз. А еще в ближайшее время рабочие здесь заменят ткань рефлектора. Вот она прохудилась за годы эксплуатации настолько сильно, что порвать ее можно прям голыми руками. Пришла в негодность, потому что не обновляли ни разу с момента восстановления панорамы в послевоенном 54-м. Чтобы полностью снять старую ткань, рабочие устанавливают строительные леса. А вот сам зонт-рефлектор заменять не будут, только отремонтируют. И после реставрации музея он продолжит и дальше выполнять свои функции. Главное из них – отражать свет, затемнять смотровую площадку так, чтобы изображенное на полотне казалось реальным и создавался эффект присутствия зрителя на месте событий. Освещение полотна предусматривается от солнечного света. То есть, реконструктивно, когда здание строилось, зонт-рефлектор предназначен для того, чтобы солнечный свет через зенитные фонари отражался от зонта-рефлектора и попадал на картину, на полотно. Новая ткань будет пропитана специальными аунибиозащитными растворами и будет дальше уже работать. Новый у панорамы будет и кровля. Замене также подлежит зенитный, то есть световой фонарь купола. Какие материалы войдут в состав его стекла, рассказывают специалисты. Верхняя часть состоит из 6-миллиметрового стекла с ультрафиолетовой защитой. Внутренняя часть состоит из триплекса, который состоит из двух 4-метровых стекол, склеенных между собой, и матовой пленки для рассеивания света. Насколько прочный этот материал? Способен ли он, например, град перенести? 6-миллиметровое стекло град переносит спокойно. И, пожалуй, не только град. Я вешу 92 килограмма. А чтобы в период ремонтных работ еще надежнее защитить предметный план в техническом помещении, под ним установили временные конструкции – металлические опоры. Вот, это конструкция, которая держит то, где мы только что с вами находились. Вот этот верхний подиум, временную конструкцию. Вот это все заносилось сюда вручную. Здесь делается система вентиляции новая. Вот выпуски уже из бетонной плиты мы сделали. Выпуски системы вентиляции, то есть, которым дальше будет присоединяться система и подниматься за полотном наверх. Сделаны стойки для вытяжной системы вентиляции, которая будет идти вот по всему кругу. Очищена доска, обработана от грибка. А еще здание больше не придется отапливать углем. В это сложно поверить, но прежде было именно так. В панораме работали кочегары. Теперь ситуация изменится. Появится современная система кондиционирования и вентиляции. 15 марта этого года котел был установлен, демонтирован. Мы сейчас находимся на месте этого котла. Здесь будет находиться индивидуальный тепловой пункт, который распределяет тепло, подходящее с городской котельной. Трудится подрядчик и под открытым небом. Сейчас, например, идут работы на кровле отдельного этажа, расположенного ниже фундамента здания и предназначенного для технических помещений, вынесенных за его пределы. Рабочие укладывают геотекстиль и битумную эмульсию, делают гидроизоляцию, чтобы внутрь не проникала влага. Еще один важный процесс – разуклонка кровли для отведения воды во время дождя. Сейчас мы находимся на эксплуатируемой кровле стилобатного этажа. В данный момент проведена пароизоляция этой кровли и сейчас делаются работы по разуклонке. Мы керамзитом делаем разуклонку кровли таким образом, чтобы вода собиралась в определенных направлениях и уходила с этой кровли. А в данный момент этот керамзит проливают цементным молоком, который при застывании будет образовывать определенную поверхность. После нее будет залита бетонная плита, в которой пройдет два слоя гидроизоляции и уже будет финишное гранитное покрытие. А что же касается финиша всех работ, он намечен на конец 2024 года. И когда все будет готово, севастопольская панорама вновь сможет встречать гостей. Анастасия Синица, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя.